Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жубкаев и сегодня в нашем выпуске. Неоценим вклад жителей Карачаева, Черкесии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии в укрепление развития нашей огромной страны. В Кремле Владимир Путин поздравил республики со столетием. Мониторинг дворовых территорий, члены регионального штаба Народного фронта Карачаева, Черкесии посетили детские площадки и дали свою оценку. Мона Лиза в кавказском платье, а рок-музыкант в национальном головном уборе. Необычное граффити на улицах Карачаевска. Готовь сани летом, как и шубу. Выставка продажи меховых изделий «Снежка» представляет широкий ассортимент по выгодной цене. Глава Карачаева, Черкесии, Рашид Тимрезов в своем официальном телеграм-канале выразил слова поддержки решением президента России Владимира Владимировича Путина. Считаю, что решения, озвученные президентом страны, как всегда очень взвешенные и имеют историческое значение. Наш национальный лидер настроен не просто бороться с неонацизмом на территории освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья. Его главная цель – защитить людей на постоянной основе от угрозы уничтожения, обеспечить безопасность нашей страны, поскольку сейчас Россия, по сути, ведет борьбу не просто с вооруженными силами Украины, но по факту силами НАТО, объединенными силами Запада. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Карачаева, Черкесии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии с вековым юбилеем образования республик. Создание в 1922 году автономии стало важным этапом в истории жизни народов трех регионов. Значимым шагом в развитии нашего государства как общего дома для людей разных национальностей, объединенных общими ценностями и стремлениями, общей патриотической ответственностью за судьбу нашей большой огромной Родины. И последующие десятилетия убедительно доказали верность и дальновидность такого решения, как и другого, принятого задолго до этого, имея в виду поистине судьбоносный выбор народов современных – Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаева, Черкесии, о сближении с российским государством. Верность. Неоценим вклад жителей Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаева, Черкесии в укреплении и развитии нашей огромной страны. Плечом к плечу с представителями других национальностей они строили и созидали. Добивались достижений в науке и культуре. Вместе преодолевали крутые повороты истории. Смелость и отвага на ваших земляков в полной мере проявились в суровые годы Великой Отечественной войны. Имена и подвиги ваших земляков – адмирала Арсения Головко, командира танковой бригады Харуна Богатырева, политрука Хусена Андрухаева и многих других героев – стали яркими примерами подлинного патриотизма и мужества. В сложные 90-е XX века народы Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии стремились сберечь мир и стабильность на своей земле, обеспечить необходимый баланс общегосударственных и региональных интересов, сохранить межнациональный баланс, межрелигиозное согласие как главную основу для стабильного развития в новом XXI веке. И сегодня Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаева-Черкесия уверенно решают стоящие перед республиками задачи. Известная горская пословица гласит иметь верного друга – счастье. В верности, единстве, дружбе народов России – наша великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем. Хочу еще раз поздравить вас и всех жителей Республики Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии с юбилеем. Уверен, что вы приложите максимум усилий для эффективного экономического и социального развития своих регионов, для укрепления в них стабильности и согласия. Позвольте пожелать вам здоровья и благополучия. С праздником! Спасибо большое! После официальной части началась концертная программа, представленная лучшими творческими коллективами солистами трех республик. Концертный блок Карачаева-Черкесии открыла хореографическая композиция «В семье единой», который исполнил государственный ансамбль танца «Эльбрус» вместе с государственным детским ансамбль «Харча» и детской студией госансамбля «Эльбрус» «Дочери нартов» вокального сопровождения ансамбля «Апсаты». Теплые эмоции зрителей вызвала песня «Сина на даха», которую исполнила заслуженная артистка Карачаева-Черкесии Фатима Гирбова и Рамина Китаева в сопровождении студии танца Анжелы Аджиевой. Весь зал подпевал артисту Дмитрию Маликову, который исполнил песню «Сто лет», написанную специально к вековому юбилею Карачаева-Черкесии поэтом-песенником Ринатом Джанибековым. Вся концертная программа прошла в сопровождении малого состава Сфотного национального оркестра Карачаева-Черкесии. Художественным руководителем и дирижером которого является Белла Кирбижева. Подробный репортаж с концерта в Кремле смотрите завтра в наших информационных выпусках. В последние годы по всей России развернулись масштабные работы по благоустройству территорий. За это время в программе отремонтировано в Черкесске порядка 75 дворов. В этом году эта работа проделана в 15 дворах. Мониторинг провели члены регионального штаба Народного фронта в Карачаево-Черкесии. Вместе с ними на часть объекта выехала и наша съемочная группа. Альбина Ламкова продолжит тему. Мы находимся на Октябрьской 370. Двор благоустраивается в этом году, в 2022. Вот сток воды в дом. Почему не сделать вот эти лотки, не сделать вот здесь сразу, чтобы они работали. Сейчас они находятся в стороне и работают только для того дождя, который падает туда. Можно оскользнуться и упасть. То мы спокойно берем. И видите, отверстия пустые. Должны быть еще такие сцепки у нее. То есть они здесь еще экономят. Детские площадки могут быть разные. Но требования для всей страны должны быть едины. Несмотря на очевидную опасность и запрет, устанавливают во дворах вот такие качели. Их в народе называют качели-убийцы из-за жесткой сцепки. Хотя по конструкции она должна соединяться тросом, цепью или веревкой. Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть реальный результат работы строителей. Недочеты бросаются в глаза, говорит Денис Струговцов. Конечно, свежий ремонт радует. Но, к сожалению, недостатки видны не заходя во двор. Асфальтовое покрытие, не уложенное достаточным количеством смола. Еще один минус. Видите, вот наружу щебень, что впоследствии приведет к таким дефектам, как выкрашивание сначала, а затем уже и к выбоинам. То есть здесь появятся ямы. В следующем дворе по улице Космонавтов 52 столько же погрешностей после ремонта. Акт был составлен и указанных в нем позиций не меньше, чем на предыдущем объекте. Они сильно раскачивались. Мы направили сразу письмо и приложили вот такие вот замечания к этому письму. Ответ получили, что это будет исправлено. И, видимо, вот эти работы, это по исправлению наших замечаний. Еще замечаний по этому двору, то, что мы постоянно об этом говорим, то, что вот кроме вот этих двух березок не удалось сохранить ничего. А по словам жителей, здесь были аварийные деревья, действительно. Ну и было много деревьев, которые можно было сохранить. Это проблема в городе Черкесске. После благоустройства остается пустыня. И дети играют на жарком солнце. Мы недовольны, если честно, ремонтом. У нас нет совершенно парковочных мест. Качели очень высоко. Вот для моей дочери это очень высокие качели. Вот эта штука, она изначально скрипела очень сильно. Сейчас она просто теперь шумит после того, как какие-то шарниры там поменяли. Мне кажется, можно было и побольше площадку для детей сделать. Тут очень много детей. Двор большой. Важным аспектом программы благоустройства дворов является формирование удобных и востребованных людьми общественных пространств. К сожалению, и этот момент вызвал недовольство жильцов по улице Космонавтов 52. Функциональная зона полезной площади использования дворовой территории уже спроектирована и реализована. И этот факт не исправить. Теперь остается ждать, что указанные в акте недостатки будут устранены. Алибина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии. 16-18 градусов тепла. Атовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на всё. Наличные и безналичные расчёты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-30-50. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли. Острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Девчонки, шубы из норки в рассрочку на три года без первого взноса и переплат от Снежки приехали в Черкесск только с 21 по 25 сентября. Центр развития предпринимательства «Горького-8». Огромный выбор новых моделей. И по секрету, меховой жилет в подарок. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-9-0-0. Студенты КЧГУ украсили улицы Горочаевска уникальными граффити. Молодые художники объединили культуру Северного Кавказа с мировыми шедеврами живописи. Эти работы были выполнены в ходе реализации арт-проекта «Кавказский ренессанс», который предложили студенты Института культуры и искусства КЧГУ Анжелика Каракетова и Медина Чочаева. Жители и гости Карачаевска теперь смогут увидеть «Мона Лизу» в кавказском платье и портрет известного рок-музыканта Виктора Цоя в национальном головном уборе. По словам самих руководителей арт-проекта, основная задача познакомить жителей Карачаевска с шедеврами мировой живописи. И совсем скоро на пустых стенах появятся и новые картины. Смысл проекта заключается в том, что мы изображаем на стенах шедевры мировой живописи, но при этом немножко их видоизменяем путем добавления национального элемента, национального колорита. В каждую работу это что-то индивидуальное. Ну, пока что у нас в планах добить конкретно эту стену, потому что в рамках проекта у нас появилось 8 новых картин работ, а проемы все-таки еще остались. Мы хотим сначала добить эту стену, а дальше уже, наверное, переходить на другие локации, может быть, даже населенные пункты республики. Осень вступила в свои права, а там недалеко и холода. Поэтому, милые дамы, пора готовиться к морозной и снежной зиме. А вы уже задумывались о покупке роскошной шубы, тем более сейчас можно это сделать с выгодой или с большой скидкой. Сегодня в Черкесске открылась выставка продажи меховых изделий «Снежка», и она пройдет до 25 сентября включительно. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. Меховая выставка «Снежка» с 21 по 25 сентября включительно в Центре развития предпринимательства распахнула свои двери. Попав на выставку «Снежка», глаза разбегаются от обилия качественных и шикарных меховых изделий. Огромный ассортимент превосходит все ожидания. Полностью обновленная коллекция порадует покупателей. А опытные консультанты смогут помочь каждому с выбором по фигуре и по карману. Администратор Наталья рассказала об идеальных условиях рассрочки. Это займет всего лишь 20 минут вашего времени. Мы приглашаем всех жителей города и гостей города к нам на выставку продажи «Норковый шуб». Мы открываем новый сезон 2023 года. И, пожалуй, в первый раз у нас представлен настолько широкий ассортимент изделий. Мы расширили цветовую палитру, добавили ассортимент в наши изделия. И теперь, учитывая количество изделий, любой покупатель сможет выбрать себе шубку по душе. Нами созданы абсолютно все условия, чтобы купить шубку. То есть можно и наличный расчет, тогда мы сделаем скидку. Но можно приобрести шубку в рассрочку, без первоначального взноса, без переплат. И тогда вы гарантированно получите еще и песцовую жилетку в подарок. Что, я думаю, тоже является очень приятным бонусом. Максимальный срок рассрочки 36 месяцев. Для этого нужен только паспорт. Никаких денег сейчас платить не надо. Забирайте шубку сразу. Кроме того, каждое изделие имеет электронный паспорт со своим индивидуальным номером. Любой покупатель может легко с помощью телефона определить сам всю историю шубы. Убедиться в том, что это страна производства, ее Россия. Когда отшито изделие. Ну и гарантийный талон мы, соответственно, каждому покупателю даем. И сертификаты на каждое изделие наше тоже имеются. Консультанты с нетерпением ждут своих покупателей. И с легкостью помогут подобрать лучшие варианты в Центре развития предпринимательства по улице Горького, 8. С 9 утра до 20 часов. Все дни выставки для вас доступна рассрочка на 3 года. Без первого взноса и переплат. Плюс меховой жилет в подарок. Альбина Курочинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Чайки». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»